Приветствую всех любителей кино! С сегодняшнего дня в наших кинотеатрах начинается эволюция Борна. Картина уже заканчивает свой прокат в Америке, а до нас добралась только сейчас. Мы уже упоминали ее в обзоре кассовых сборов на прошлой неделе. На сегодняшний день у себя на родине фильм собрал 85 миллионов долларов. Ваши... Кэмон Джеймс. Вы готовы стать частью программы? Да, сэр. Теперь твои возможности безграничны. Ради страны ты сделаешь все, что потребуется. Как он? Он готов. Отлично зажило. Что вы думаете о нашей работе, доктор? Джейсон Борн лишь вершина айсберга. Если вы еще не в курсе, то Мэтт Дэймон сказал, что отказывается сниматься в четвертом фильме без режиссера прошлых частей Пола Гринграсса. Вернуть последнего в проект не удалось, поэтому Борн на этот раз присутствует только в заголовке ленты. Главным героем фильма стал Аарон Кросс в исполнении Джереми Реннера. Продюсерам такая перемена только на руку. Если Мэтту Дэймону приходилось платить по 20 миллионов долларов, то Джереми пока что достаточно и пяти. Джейсон Борн не помнил своего прошлого и был невольным участником всего разворачивающегося вокруг него балагана. А Аарон Кросс, напротив, все прекрасно помнит и участвует в проекте Тредстоун сознательно. Он готов на все ради своей работы и этим кардинально отличается от героя прошлых лент. Режиссер ленты Тони Гилл Рой, сценарист всех прошлых частей серии, отлично знаком с проектом, знает, в какую сторону надо двигаться сюжету и каким образом связать нового героя с Джейсоном Борном. Если Мэтта Дэймона уговорят на участие в следующей части, то, вполне возможно, мы увидим сразу двух суперсолдат в действии. Джейсон Борн уже на Манхэттене. Это точно. Что? Пока это все. Мне пора. Внимание всем! Это вопрос национальной безопасности. ФБР пытается установить, связан ли с проектом Тредстоун этот человек, Джейсон Борн. А я бы рискнул, наверное. Вам будто дали Феррари, а вы поехали на нем траву кащить. Хотите, чтобы я убрал своего самого ценного оперативного агента? Пора трезво оценить масштаб катастрофы. Если она затронет нас... Тогда что? Мы уничтожим эту программу раз и навсегда. Рэйчел Вайтс в жизни приходится женой актера Дэниела Крейга, являющегося действующим Джеймсом Бондом. Поэтому она знает, как правильно предупредить мужчину о надвигающейся угрозе. Рэйчел Вайтс! Рэйч! Сэр, дэнс! 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 В фильме, судя по отрывкам, отличный экшен, не уступающий по драйву прошлым частям серии. И стандартный для жанра сюжет. Посмотреть в кино эволюцию все-таки стоит. Нечасто на киноэкраны выходят конспиративные политические боевики с бюджетом в 125 миллионов долларов. Вы думаете, у нас был только Борн? Все намного сложнее. У тебя изменены две разные хромосомы. В истории науки такого еще не было. Я не просто научный проект, док. Я всем пожертвовал, как и ты. Эволюция Борна Завтра в это же время мы поговорим о возвращении Джеки Чана к образу азиатского ястреба. Не пропустите!